Bandai Namco снова подтвердила, что Elden Ring стала глобально успешной игрой. Согласно последнему финансовому отчёту издательства, продажи превысили уже 17,5 миллионов копий, и новинку From Software продолжают активно покупать. Есть шанс, что до конца года тираж перевалит за 20 миллионов. По слухам, Elden Ring получит как минимум одно крупное дополнение, ну а сами авторы, по некоторым данным, сейчас готовят возвращение серии Armored Core. Всем привет, это GSTV. Сегодня среда, 16 ноября 2022 года. У микрофона Павел Сергазиев, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Чтобы создавать выдающиеся игры, мало иметь классное портфолио. Это на своём примере показал Дино Патти, в прошлом продюсер Limbo и Inside. Он в составе собственной студии Jump Ship 15 ноября выпустил Somerville — проект, очень похожий на творения Playdead, но в сюжет и геймплей Патти, как выясняется, не смог. Как в Limbo, так и в Inside мрачное глубокое повествование, несмотря на отсутствие диалогов и какой-то очевидной сюжетной подачи, было крайне важным элементом. В Somerville тоже никто из персонажей не разговаривает — игра тоже очень красивая, с напряжённой и гнетущей атмосферой, но вот попытки говорить на серьёзные темы — она проваливает. Особенно ругают концовку — геймплей, точно так же завязанный на физике, слишком прост, головоломки не отличаются изобретательностью, но хуже того — всё это плохо технически реализовано. В том же Steam'е Somerville ругают прежде всего за баги, которые буквально мешают прохождению, и за отвратительную оптимизацию. На Xbox One дебютный проект Jump Ship выдаёт в среднем менее 17 кадров в секунду, то есть она либо неиграбельна, либо проходить её очень неприятно. На компьютерах по понятным причинам получше — но это если у вас есть топовый процессор с видеокартой, и то всё равно не рассчитываете на нормальные 60 кадров в секунду. А ещё в Somerville часто наблюдается эффект тиринга — это когда картинка не поспевает за происходящим, и изображение получается как бы разорванным. Почему игра вышла в таком непотребном состоянии — большой вопрос. Если авторы всё это поправят патчами, тогда, вероятно, мнения по поводу Somerville сменятся на позитивные, потому что внутренние — это, пусть не шедевральное, но способное увлечь на пару часов атмосферное приключение. Кстати, одновременно с выпуском игры студия Jump Ship проходит процесс слияния со шведским холдингом Thunderfall Group, который без очевидных успехов последние восемь лет работает на рынке инди-проектов. Но именно Thunderfall в 2023 выпустит перспективную и очень симпатичную платформенную адвенчуру Planet of Lana, а также помогает превратить Steam World в более привлекательный для широкой аудитории кооперативный экшен. Jump Ship в составе этой компании полностью сохранит творческую независимость и, возможно, дополнительные ресурсы как раз помогут в дальнейшем избежать настолько серьёзных технических проблем на старте. Как покупать новые игры, если сервисы не принимают оплату из России? Всё просто. Есть игровая площадка Diffmark — там можно приобрести как игры для множества сервисов и платформ, так и просто закинуть деньги в свой кошелёк — Steam, PlayStation, Xbox, что угодно. Точно также можно легко пополнить баланс в Amazon, Nintendo и iTunes — просто зайдите в раздел «Карты пополнения». Есть игровая валюта, различный софт от антивирусов до Windows, предзаказы, а главное — методы оплаты, действующие с территории РФ — от банковских карт до Kiwi. Недавно появилась возможность оплачивать картами МИР. Промокод GSTV даст вам скидку в 10% на любой товар. Ссылка в описании. Мундфиш выпустила ещё один ролик, посвящённый Atomic Heart. В нём авторы решили рассказать про роботов. Как мы уже знаем, создавались они изначально исключительно в мирных целях. Во вселенной Atomic Heart, как и в нашей с вами реальности, машины конструируются для того, чтобы заменить ручной труд в многочисленных сферах деятельности. В игре роботов использовали и в деревообрабатывающей промышленности, и в сварочных работах, и в помощи учёным и врачам. Но в один прекрасный момент ситуация вышла из-под контроля. В программе роботов произошёл сбой. Роботы начали применять свои предназначенные для мирных целей инструменты в качестве оружия. А МУ-68 «Работник» оснащён циркулярной пилой. Человекоподобный РАФ-9 «Инженер» получил высокоточные руки-манипуляторы. ВОВ-А6 «Лаборант» или «Вовчик» оснащён системой искусственного интеллекта и может сам себя ремонтировать. МА-9 «Беляш» — это роботизированные шимпанзы, которые легко перемещаются как по горизонтальным, так и по вертикальным поверхностям. В ролике нам показывают четырёх сошедших с ума роботов, но на самом деле их гораздо больше. До этого студия выпускала видео, где рассказала об истории мира Atomic Heart, персонажах и геймплее. По сюжету, напомним, СССР сделал мощный технологический скачок в начале XX века, открыв необычное вещество. Благодаря этому достижению страна принялась создавать самых разных роботов, а также проектировать звездолёты, чтобы покорять космос. Но в один из дней на предприятии 3826 происходит некий сбой, который всех роботов выводят из строя. Офицер по особым поручениям и специалист по урегулированию сложных ситуаций майор Нечаев отправляется на место происшествия, чтобы остановить бунт двуногих машин и выяснить, что на самом деле произошло. Релиз состоится 21 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Стандартная версия по предзаказу стоит в России 2500 рублей. Авторы God of War Ragnarok, как выяснилось, сделали в игре отсылку к фильму «Маска» с Джимом Керри. Дело в том, что сюжетная линия Атрея связана с какой-то маской, очень интересующей Одина. Верховный бог Асгарда добыл её фрагмент давным-давно, и теперь пытается собрать, надеясь найти ответы на все вопросы. Благодаря своей способности понимать языки, Атрея может прочитать надписи на «Маске» и отыскать недостающие фрагменты. Что это конкретно за «Маска» — не говорится. Даже к финалу непонятно, что она делает и какие знания надеялся получить Один. Издание «Полигон» взялось выяснить хоть что-нибудь. Попытки обратиться к реальной северной мифологии — результата не дали никакого. Там никаких упоминаний «Маски», имеющей отношение к Одину или Локи, нет. Зато она как-то подозрительно похожа на ту, что была в комедии с Джимом Керри. Она тоже зелёная и тоже деревянная. В фильме она светилась, когда персонаж её надевает. В «Года вор» светятся при активации. Но самое главное, по сюжету ленты 1994 года принадлежит она, кому бы вы думали, богу Локи. Можно ли это считать совпадением? Журналисты обратились с этим вопросом непосредственно к разработчикам. Нарратив-директор Мэтт Софос объяснил, что в сюжете намеренно указывается, что «Маска» сделана не гигантами, но для Одина это тайна, которую тот стремится раскрыть. От сценариста Энтони Бёрча удалось добиться более существенной информации. Тот во время работы над сюжетом и правда загуглил «Маску из маски» и отправил её Софосу вместе с концепт-артом. А Софос, в свою очередь, предложил сделать именно её Макгаффином, представляющим отношения Локи и Одина. Так что, получается, «Маска» в «Года вор Рагнарог» — это и пасхалка к фильму, и даже некое связующее звено с ним. Как шутят представители «Полигон», можно предположить, что после финала «Года вор Рагнарог» эта маска попала на землю, оказалась в руках у героя Джима Керри, и всё завертелось. Повод, что ли, пересмотреть фильм? Давно не секрет, что Rockstar Games одно время пыталась запустить производство экранизации GTA. Но, оказывается, на главную роль рассматривался рэпер Эминем. Об этом рассказал агент Кирк Юинг. Лично он обращался к руководителю Rockstar Сэму Хаузеру с этим предложением. Речь идёт о первой половине нулевых. Тогда только-только вышла GTA 3, ставшая невероятно успешной. Юинг с Хаузером уже были знакомы. И как-то раз встретились в гостиничном номере. Там они сидели допоздна, обсуждая возможность создания фильма. На тот момент Сэм Хаузер всерьёз рассматривал перспективу снять фильм. Режиссёром должен был стать Тони Скотт, постановщик первой части Топ Гана. По словам Юинга, речь шла о пяти миллионах долларов. Но тут не очень понятно, имеется ли в виду бюджет фильма, гонорар режиссёра или Эминема. Чуть позже Сэм Хаузер и Rockstar отказались от экранизации. Причина в том, что GTA превратилась в настолько прибыльную и крупную франшизу, что любой фильм тех времён выглядел по сравнению с ней каким-то несущественным и малопривлекательным. Компанию интересовал ещё больший финансовый рост, а экранизация вряд ли принесла бы ощутимую прибыль. В Steam, между тем, состоялся релиз инди-игры The Bible от студии Bible Games. Это натурально библия, выпущенная в виде электронной книги. Без какого-либо стёба и подкола, просто библия, как она есть, с оглавлением, музыкальным сопровождением, полностью озвученным текстом и возможностью делать сохранение. Если бы она появилась где-то в другом месте, вряд ли это вызвало бы интерес у игроков, но её наличие именно в Steam на правах инди-игры прилично так привлекло к ней аудиторию, оставляющую забавные отзывы, типа «отлично сочетается с Doom Eternal». И управление сложное, а сюжет странный, но зато геймплей на уровне дискоэлизиум. За священное описание предлагается заплатить 360 рублей. До 21 ноября действует скидка. В комплект, видимо, входят старые и новые заветы. Русскоязычной локализации, к сожалению, нет. Параллельно, кстати, издательство Playway объявило о том, что в декабре состоится выход пролога симулятора Исуса – I am Jesus Christ. Он будет бесплатным и расскажет историю всей жизни Исуса, начиная с его непорочного зачатия и заканчивая воскрешением. Можно будет совершить более 30 различных чудес, встретиться с 60 персонажами, посетить Иерусалим и регион Галилею, а прохождение займёт около 10 часов. Игроки смогут сразиться с сатаной в пустыне, изгонять демонов, исцелять, ходить по воде, успокаивать морские штурмы и так далее. Возможность превращать воду в вино тоже в наличии. В РПЦ этот проект уже, разумеется, осудили, заявив, что это эксплуатация религии в коммерческих целях. Амбициозной польской выживалке про ужасы войны This War of Mine исполнилось 8 лет. По этому случаю авторы решили рассказать о её достижениях. Выяснилось, что продано на данный момент 7 миллионов копий. Прошли игру до конца, не вызвав смерти ни одного из начальных персонажей, около 20% пользователей. Все доходы, полученные в период с 24 февраля по 3 марта этого года, были направлены в украинский Красный Крест. Это чуть более 200 тысяч покупок, или 850 тысяч долларов. Также на благотворительность идут все доходы от продаж DLC War Child Charity. В ходе этой компании было собрано более 550 тысяч долларов. А ещё авторы похвастались, что This War of Mine включена в необязательный список обучающей программы для средних школ Польши. Компания Atari в честь своего 50-летия выпустила коллекцию Atari 50 The Anniversary Celebration, которая состоит из более чем 90 ретро-игр. Это и Atari Cards с консолей Jaguar, и Mellipid с аркадных автоматов, и Haunted House с Atari 2600. Сборник доступен в Steam, на Xbox Series, Switch и двух поколениях PlayStation. По понятным причинам он привлекает небольшую аудиторию, но зато радует качеством. Проект собирает преимущественно положительные отзывы. На метакритике обзоры тоже очень хорошие. В среднем оценка почти дотягивает до 9 баллов из 10. Большинство авторов восторгаются огромным объёмом контента не только в плане игр, но и сопутствующих бонусных материалов, таких как интервью с авторами классических игр. Плюс в компиляцию входят и 6 новинок. Недавно CD Projekt Red объявила возможную дату релиза ремастера The Witcher 3. Он появится 14 декабря. Авторы уточнили, что в издании будут визуальные и технические улучшения — трассировка лучей, ускоренные загрузки на консолях, интеграция некоторых модов. Плюс готовится дополнение в стиле Ведьмака Netflix с новым оружием и доспехами Геральта, а также альтернативными обликами некоторых персонажей. Обновлённую версию игры должны предоставить бесплатно нынешним владельцам третьего Ведьмака для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Вероятно, следующий проект студии NetherRealm создаётся на базе Unreal Engine 5. Это может быть следующий Immortal Kombat или Injustice, или же что-то совершенно новое. На это намекает комментарий Эда Буна, руководителя NetherRealm, в твиттере. Он положительно ответил на вопрос о том, готова ли команда перейти на новый движок Epic Games. До этого коллектив работал с Unreal Engine 3, игнорируя четвёртую версию моторчика. На нём были сделаны и Injustice 2, и как десятая, так и одиннадцатая части Mortal Kombat. Уже в декабре состоится The Game Awards 2022 — последнее в году имеющее значение игровое мероприятие. Событие крупное и важное, и организатор и ведущий мероприятия Джефф Килли подчеркнул его масштаб, сообщив о количестве готовящихся к участию видеоигр. Всего их, по словам Килли, будет больше 50. Определённо, процентов 80 — это будут небольшие игры, не очень интересующие широкую аудиторию. По крайней мере, раньше всегда было именно так. Но с десяток крупных проектов тоже ожидать стоит. Наверняка прозвучит и парочка интересных анонсов. Там же пройдёт церемония награждений. На игру года номинированы A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray и Xenoblade Chronicles 3. Ещё заявлено больше двадцати номинаций — от лучшего аудиодизайна, лучшей художественной постановки и лучшего повествования до жанровых — лучшего боевика, лучшей RPG, лучшего файтинга и так далее. Старт The Game Awards 2022 назначен на 8 декабря. В этот день прозвучат и все анонсы, и будут объявлены победители во всех номинациях. Что вы думаете по поводу последних событий? Пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Бусти и в Телеграме. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова